Внимание на то, сколько много мусора и хлам у вас появляется от ваших мессенджеров. В данном случае, к примеру, WhatsApp, запрещенный на территории Российской Федерации, являющийся экстремистской организацией компании МЕТА, прошу прощения, юридические требования, занимает у нас с вами примерно 12,5 гигов. У кого-то может быть чуть больше, у кого-то чуть меньше. И сегодня мы с вами поговорим на тему того, как можно сделать так, чтобы выключить предзагрузку всяких разных материалов, которые впоследствии откладывают с памяти вашего смартфона в виде вот таких вот, да, всякие разные картинки, видеоролики и прочее-прочее. То, что потом в итоге захламляет всю вашу галерею и вместе с этим захламляет очень сильно вашу память смартфона. Такая тема работает и с Телеграма, в том числе и с другими какими-то мессенджерами. Там, конечно, нужно смотреть индивидуально, настройки чуть могут отличаться. И сегодня мы с вами очистим полностью память от всего того, что не нужно на нашем с вами смартфоне, и почистим память и выключим автозагрузку впредь, чтобы потом у нас с вами все это в галерее ненужное для нас с вами не откладывалось. Это разное количество разных картинок и всего-всего прочего. Того, что мы с вами можем найти в итоге потом. Что у нас с вами для этого понадобится, это перейти в сами настройки нашего WhatsApp. Это находится все справа в углу вверху. Вот здесь вот на главной странице, где у вас находятся чаты. И попадаем с вами вот в такую менюшку. Затем переходим с вами в раздел «Данные и хранилища». Когда у нас с вами мы открываем данный раздел, обратите внимание, написано «Управление хранилищем». Сколько у вас здесь написано памяти забито? Это все то, что забито этим так называемым кэшем. Картиночки, видео, гифки, документы и все прочее. Особенно то, что актуально для людей, тем, кому за 30-40 лет любители поприсылать изображение раннее утро, доброе утро, добрый вечер, спокойной ночи. Гифки, картинки, видео. Все это у вас откладывается потом в итоге в хранилище. И все это занимает очень много места на вашем смартфоне спустя какой-то определенный промежуток времени. Спустя месяц, полгода, год. И все это копится. А потом вы задаетесь вопросом, вроде ничего не устанавливал, не загружал, а у меня все это занимает память моего смартфона. Что же делать? Так вот, слушайте, внимательно запоминайте. Есть такая вещь, как автозагрузка меди. Настоятельно рекомендую. Мобильной сети, Wi-Fi полностью. Здесь все галочки поснимать, чтобы у нас с вами не происходило предзагрузки, и все это не улетало в наш с вами кэш и память нашего смартфона. То есть мы с вами просто убираем автоматическую загрузку каких-то данных. Просто вручную будете нажимать на какую-то стрелочку того элемента в чате, который вам понадобится, и он у вас будет автоматически загружаться. Он загружается в кэше вашего смартфона. Вы всегда его можете прослушать, просмотреть, храниться в памяти вашего телефона. Однако все то, что вам не нужно, соответственно, туда улетать не будет. Предзагрузку мы с вами автозагрузку выключили. Теперь нужно понять, как же нам с вами в разделе управления хранилищем после этого переходим вот сюда. И здесь у нас с вами что появляется? У нас с вами открываются чаты с людьми. Самые у нас с вами по фильтрации появляются прежде всего чаты. Самые те, которые занимают больше всего места, соответственно, находятся в самом топе, в самом верху. Если обратить внимание, посмотрите, то у меня это вот, собственно, например, чат с верующими людьми занимает 10 гигов. Это постоянно кто-то пересылает какие-то аудиопроповеди, видеопроповеди и так далее, картинки, изображения и тому прочее. И у нас с вами это все потом копится и накапливается. Есть вариант, вы можете очистить какой-то именно лишь один чат. Что самое главное, чтобы вы поняли, очищается не история чата. Все, скажем так, все данные остаются полностью там, на сервере. То есть у вас получается так, что не удаляются картинки, не удаляются переписки, не удаляются. И также у вас не удаляются абсолютно никакие данные. То есть чат полностью весь останется на месте. Аудио, сообщения, голосовые сообщения, все это останется на местах. Просто у вас удалится очиститься кэш с вашего смартфона и повторно это все можно будет загрузить, открыв чат и нажав просто на значок стрелочки, выбрав все то, что вам будет там конкретно нужно. То есть, повторюсь еще раз, чаты все останутся на месте. Не надо бояться и переживать, ничего у вас никуда не пропадет. Есть раздел часто пересылаемый. То есть есть возможность здесь выполнить очистку, либо файла, например, больше 5 мегабайт. Здесь можно выбрать все сугубо индивидуально. Например, если у вас кнопка выбрать все недоступно, дождайтесь процесса, пока произойдет предзагрузка всех файлов. Либо просто этот список прокручиваете, опускаете вниз до самого максимума, столько, сколько можете. Там секунд 15-30 покрутите. Когда у вас кнопка будет доступна выбрать все, можете нажать выбрать все и удалить. Либо отдельно какие-то файлы, которые вам остаются нужны, можете их оставить. Повторюсь, если вдруг вы боитесь, из чата ничего не улетит. То есть вы просто-напросто заходите обратно в чат, нажимаете на значок стрелочки и загружаете этот файл обратно. При этом все вот это, то, что здесь есть, это все удалится просто с вашего смартфона. На сервере это все остается, и в истории переписки чатов это все останется. То есть истории чатов, они чистятся в отдельном меню, не здесь. Об этом, может быть, поговорим с вами потом отдельно. Выполняете очистку, выбрали, нажали, собственно, например, в моем случае вот можно почистить один из чатов. Пускай это будет вот данный чат. Нажимаю кнопку выбрать все, но она у меня становится недоступна. То есть вот, собственно, видите, не работает. Что мы делаем? Прокручиваем весь список настолько, насколько можем, просто максимально в самый-самый-самый низ. Не обязательно до конца, потому что файлы все равно предзагружаются, загружаются. А после этого просто нажимаете кнопочку здесь выбрать все. И, собственно, это все просто-напросто удаляете. Да, то есть может быть, что будет доступно не сразу, особенно в зависимости от количества файлов, которые загружены. Значки микрофона, чтобы вы понимали, это, собственно, голосовые сообщения всех тех людей, кто что отправлял, картинки. Значок аудио, просто наушнички желтые, это, собственно, аудиофайлы какие-то, кто прикреплял. Документы, соответственно, тоже имеют определенный свой формат. Документы, например, если в формате PDF, там написано PDF красным цветом, ну и так далее. Видеоролики, гифки, там тоже все, как правило, поясняется. Прокручиваем список, нажимаем выбрать все. 8, хотя бы целых 0,3 гигабайта можем очистить. Нажимаем кнопочку удалить. Происходит у нас с вами ждание загрузки, чтобы освободить место в хранилище, удалить копии этих объектов из медиафайлов в WhatsApp. Удаленные объекты могут быть сохранены на устройстве. Мы нажимаем, если с вами здесь галочку, также удалите копии этих объектов из медиафайлов в WhatsApp. Если мы с вами нажимаем удалить все копии, соответственно, происходит у нас с вами удаление элементов. Выбираем с вами, ставим галочку. И дожидаемся процесса, собственно, окончания того, когда у нас с вами все это удаляется. Процесс может занять много времени. Потому что 8000 файлов лично у меня, да, как бы, ну, я думаю, что понимаете, что это небыстрый процесс. И после этого наша с вами память должна будет освободиться. То есть и полностью при этом в чате вся информация у нас с вами должна будет остаться. Также, помимо этого, если у вас все улетает в ваше облако, да, например, какой-то там тот же самый там Google, да, оттуда это тоже может быть все удалено. Поэтому если галочку не ставить, то файлы, может быть, могут быть просто будут удалены не до конца. То есть чтобы освободить память на вашем смартфоне, вот, собственно, мы с вами это и сделали сейчас. Если хотите оставить в облаке, но многим людям эта информация в облаке не нужна, поэтому мы с вами из облака тоже это все сотрем, чтобы оно лишний раз там место не занимало. Потому что это не нужно. Если кому-то нужно, чтобы осталось это все в облаке, галочку можно не ставить. Но я не вижу в этом смысла. Так, долгий процесс. Давайте поставим это на паузу, записи продолжим. После этого, собственно, мы видим, что полностью чат практически очищен. Написано 308 мегабайт у меня в данном случае занимает, даже он бедный, ватсап, у меня аж написано, что подвис, завис. С вами выходим обратно в меню общего хранилища. И после этого у нас с вами вообще память должна была подочиститься. Собственно, кстати говоря, что и произошло, только здесь информация не обновилась. То есть, можем выйти обратно, нажать еще раз управление хранилищем. У нас с вами происходит подсчет. При этом написано, используемо на 11. Свободно у нас с вами 9. То есть, мы с вами то, что могли, лишнее поудаляли, включая, повторюсь, копии. То есть, лишние копии файлов. Медиафайлы не найдены. То есть, как я понимаю, нужно дождаться процесса того, когда просто информация обновится. Давайте посмотрим теперь, как будет информация выглядеть в каком-то чате, когда мы с вами зайдем в него. Вот, собственно, и что у нас с вами там будет, какая информация, ну, как понять, что какой-то файл удален или не удален. В чате вся информация, которая у нас с вами будет, собственно, не загружена, да, вот мы с вами предзагрузку выключили, будет выглядеть вот таким вот образом. То есть, если вы обратите внимание, что у нас с вами нарисован значок загрузки, собственно, 8 мегабайт, примерно, в зависимости от объема файла. И, соответственно, предзагрузки не будет, и все это не будет улетать в память нашего смартфона. Давайте зайдем теперь в раздел памяти нашего смартфона и посмотрим, проверим, освободилась у нас память или нет. То есть, то, что вы можете обратить внимание, все, предзагрузку выключили, теперь не переживайте, автоматически у вас ничего не будет никуда улетать, и ваш смартфон сможет вздохнуть спокойно, что его лишний раз не будут забивать память тем, что ему просто не нужно. Когда я сделал список всех приложений, обратите внимание, у нас с вами память стала заниматься намного меньше. Если, конечно же, кого интересует, то есть, вы можете полностью, соответственно, все чаты поудалять. Если какие-то чаты вам очень нужны, прям уж вообще не хотите данные из каких-то конкретных чатов удалять, можете оставить, да, например, необязательно чистить полностью все. Ну и учитывайте то, что, соответственно, они просто будут занимать у вас память. А впоследствии теперь, благодаря функции подключения и автоматической загрузки файлов, у нас с вами лишняя память забиваться не будет. То есть, сейчас забито 4 гигабайта, то высшая память заниматься будет просто не должна. А на этом пока что все, ребятушки. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидите, не переключайтесь. Огромное количество гайдов, SPF. Всего крутого сможете найти меня на канале, сам Балыш Иранко. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Скоро увидите, не переключайтесь. И пока-пока, ребятушки.